Доброго времени суток, дорогие детишки! Я тут немножко подформил. Я эту миссию как бы проходил уже, седьмую. Потому что... Гладиолус. Подформил себе новую пущенку. И даже поапгрейдил ее. Потому что пока я фармил... Сколько там она стоила? 35-30 голды или 35-30, наверное. Неважно. Пока я фармил, короче, голду, блин, я нафармил еще 200 тысяч денег. Поэтому все так произошло. Пушка так себе, прямо скажем. Калаш мне нравится больше, потому что с него прикольнее лепить хэдшоты. Ну, сейчас понятно станет почему. Ну, для тех, кто не видел, конечно. Я, естественно, еще раз перепройду эту миссию, ну, потому что... Чтоб показать. Да-да-да. И, короче, прикол этой пушки в том, что она... Разгоняется. Как шестиствольный пулемет, блин. Че? А, я опять патронов забыл купить, твою мать. Ты там жив, что ли еще? Че-то я затупил краями. Спи, блин. Эт, не успел. А как так получилось, что у меня патронов нет? Ах, хер его знает. Их все еще нет. Вот это поворот. Где-то они тут точно были. Еще в результате... По-моему, это они, да. Отлично. Странно. У меня же был полный вызов. Или он откатывает меня по патронам к тому моменту, когда... Хер знает, почему, короче, у меня нет патронов. Ну ладно. Теперь-то он не у меня есть. Я думаю, что-то она не перезаряжалась. Короче, стремная пушка. Бьет бы... Блин, бьет больно, конечно. Но попасть в нее как-то получается решительно сложнее, чем с калаша. Из-за того, что приходится хреначить очередями. Мужик там, ты вообще-то, по-моему, сквозь пол нафиг провалился. Опа. Давай-ка, bullet time включим. Он еще жив там? Грандометчик. Видимо, да. Надо его пристрелить. А очередями, как говорится, хедшоты лепить не так весело, как можно было бы себе представить. Но я все равно побегаю с этой пушкой и бы... Что, я зря, что ли, тут... Как бы за одну мессию получается где-то 2-3 голды максимум. Соответственно, мне пришлось пройти до хрена раз. Это все, вот это вот все. Как до хрена. Это твою мать. Я даже не заметил, сука. В последний момент, точнее, заметил, когда уже гранат прилетел. Он похер мне деньги. А, почему-то меня не дают... What the fuck? Почему мне не дают респаунаться за бабки? Пойди узнать. Лобби, блядина. Лобби, блядина. Опа. Дико-то в пень. И вообще все вы в пень идите. Упс. Он не захотел здесь пень. Почти. Я вообще вчера хотел все это записать так-то. Но у меня, блин, так адово болела рука с похмелья. Я не знаю, у кого как. У меня, короче, когда я неудачно попил, ну, то есть, или удачно, смотря как посмотреть на это все. Бывает, ну, мышцы ноют, короче. И отдает, бывает, в разные места. Самое херовое, когда отдает в голову. Потому что херачит не по всей голове, а по виску, типа, и по глазу. Что их выдавливают изнутри. Это очень неприятно, прямо скажем. Старость, не радость, короче говоря. Надеюсь, у вас такого нету. Ну, а бывает, что дает, как говорится, не в голову, а в жопу. Но нет. Блин. Дает, короче, в руку. Или в ногу. Вот в рука, когда... Правая рука, вот от сих до сих, до предплечья. Болит адово просто писец. Я вчера попытался поиграть в Диабло вторую. Ну, просто так. Чтобы как-то снять. Пахмельный синдром, так сказать. И, короче, я не смог, блин. Потому что мышку надо слишком усиленно вдрюкать, а рука так сильно болела, что невозможно. Поэтому пришлось чем-нибудь другим заниматься. Ну, и через это шутеры тоже играть, как бы, не очень получается. Получается. Банально. Пьянство. Водка-яд. Вот так я вам замечу. Пришлось, короче, купить Party Hard. Все равно. Именно, как бы, сюжетное прохождение проходится реально там часа за два. Может быть, за три. Потому что игра еще так очень несложная. Как показывает практика. Пару миссий даже удалось выполнить с помощью псевдоэксплойта. Типа, одна дурацкая миссия там в лесу, короче, на ферме. Она бы заняла довольно продолжительное время. Если бы не очередной выбежавший мент, который взял и застрял, короче, где-то на карте, на рампе. И он туда-сюда бегал. Шаг вперед, шаг назад. Шаг вперед, шаг назад. А когда один мент на карте есть, то другого не может быть. Ну, если кто не знает, как это работает, то вот так. И поэтому, воспользовавшись таким удачным стечением обстоятельств, я просто всех зарезал, вы уверены. Прямо на глазах у мента. Ха-ха. Вот такая вот незадача случилась. И в итоге миссия вместо, там, 20 минут заняла, типа, три. Я такой, окей, зашибись. Вот это поворот. Правда? Ну, я поржал, конечно. Так, ну, мне здесь ничего не надо. Вот эти штуки я, кстати, так и не нашел все пять. Хер бы знать, где остальные три. По-моему, три я нашел, да. А еще две понятия не имею, где. Ну, и оно мне так как бы и не надо было, по большому счету. Но все равно. А, еще, пока я делал эту миссию, удалось заапгрейдить полностью руки. Теперь у меня самая быстрая рука на Диком Западе, как уже озвучивалось ранее. Куда там? Вот. И меткость получше стала. Но этой пушке проще. Тут как бы она не калаш, поэтому ей меткость особо... Ну, то есть нужна, но не прям так, что писец. Ну, а на сирот дурная, может быть... По-моему, он выжил. Дурацкий разгон, я не знаю, о чем они думали. Типа, видимо, они решили, что слишком много... Много дамагана лепили на нее. Так, вам здесь черти были. А где они? Оказалось, тут... Должны быть черти. А, да, точно, они есть. Опа, разруха, пацаны все. Я начал просто более вдумчиво использовать способности. Свои. В частности, Bullet Time. Планшеты я даже не пытался собирать. Их там 10 штук. Я пока фармил. Пытался найти все, но нашел только 5, по-моему. Потому что меня несколько... Удивило, потому что вроде как не так много мест на уровне, где можно... Заныкать планшеты, но вот как-то им удалось. ХЗ как. Вот такие вот дела. Кстати, к вопросу о предыдущих темах. Паркан второй есть, оказывается, на стиме. Кто бы мог подумать. За него что-то 15 евро, по-моему, просит. Я не стал пока что. Потому что... Честно говоря, я даже забыл об существовании вообще. В целом. А паркане втором. Хотя потом, когда я его увидел, я вспомнил, что да, что-то такое я читал в журналах, что его вроде как делают. Но он прошел настолько незамеченным, по-моему, по итогам. Туда ли я иду вообще? Хер его знает. Что, песец? Я про него, короче, ничего не знаю решительно ничего, кроме скриншотов, которые в стиме есть. И поэтому меня терзают смутные сомнения, стоит ли играть в него. Вот если кто-то играл, подскажите, может там что-то толковое есть. Ну, может, интересная игра? Потому что если про первый паркан, я знаю все, ну, более-менее помню, как там что было. То про второй, опять же, вот, ну никак, совершенно. А 15 евро мне как бы сейчас прямо не хочется. Я очень сильно сомневаюсь, что на паркан когда-либо будет скидон, реально. Вот. Там у них, правда, какая-то акция. Не акция, бандл какой-то, типа 1С Space Collection или что-то такое. Да где это долбаный лифт-то, ептерный театр? Куда мне, блин, идти? Там, правда, половина игры у меня уже есть. Потому что там космический рейнджер и еще какая-то хрень. Паркан тоже там же, наверное. Хер вас. По-моему, тридцатник просит за этот бандл. Но, типа, все равно получается не очень выгодно. По-моему, я только что отсюда пришел. Блин, я заблудился. Каким раком? Я эту миссию выполняю 10 раз, блин. Плохо, когда стрелка не показывает, куда ей идти. Ну да, я здесь, fuck. Что такое? Что за херня? Кто так делает? Я начинаю припоминать, что вроде бы на Steam были в том числе и Allod и вторые. Под названием Rage of the Mages. Ну, потому что это было их импортное название. В смысле, наоборот, экспортное. Не суть важна. Хер знает, сколько за него просит. Наверное, десятка какой-нибудь, как минимум, блин. Так, мне уже опасно. Где, блин, этот лифт, епта? А, что касается проклятых земель, которые третья Allod, что-то мне как-то не очень, не хочется совершенно в них играть. Потому что там радикально все поменяли после вторых Allod, и как-то мне не зашло тогда, когда я последний раз играл. Это было реально очень давно. Блядь, я опять в ту пипку прибежал. Какого хера? Такое ощущение, что мне надо на лифте вверх подняться, потому что это единственное место, где я не был. По-моему, я уже третий круг тут наяриваю. Я просто две минуты бегаю и ничего не делаю. Что за херня вообще-то? Я еще хотел время сэкономить, ага. Я думал, чай, ага, сейчас пробегу за пять минут миссию. Значит, я пробежал один такой. Поехали уже отсюда. Говорю с печалью, ныне, короче, какой-то. Произошло. Деньги пропустил. Бля, это вообще вход. Какого хера? Где этот долбанный лифт? Я не догоняю краями. Что не так-то? В какую дверь я еще не заходил? Вот что с людьми делает многозадачность. Или ее отсутствие. Этот лифт. Я мимо него бегал три раза точно, блядь. И думал, что это не он. Здорово, пацаны. Ловите гранату для начала. И вам всем тоже сбрасывайте. Не попал. Так, здесь явно где-то есть гранатометчик. Где он? Странно. Мне казалось, что он за этим углом. А он не там. Или это моя граната взорвалась? Блядь. ХЗ. Почти допрыгнула. Дурацкая. Все-таки раздражает. Ай, че мне здесь ничего не надо, блядь. Пора валить. Я в курсе. Хак там, то-се. Где ты? Пап. Пап. Я не знаю, зачем они сделали это вот так. Типа, два... Короче, бред какой-то. Не, ну ладно, пофиг. Эй. Ну, в общем-то, миссия уже закончилась. Вот он, выход. Там больше врагов-то и не будет. Так что, как-то вот так. Всего 12 миссий-то у игры-то, кто бы мог подумать. Ну, в общем-то, понятно было, что она не сильно... Так что, осталось 4? 8, 9, 10, 11, 12. Э, 5. Пардон. Учитывая, что... Ну, сейчас я буду делать по одной. Понятное дело. Там я в какой-то момент сделал две. Зачем-то. Может, патроны? А, патроны. Давай еще патроны. Больше патронов. На бомжить бы еще на калаша апгрейды... Как их... Как их... Я хочу... Э... Вот это, да. Надеть это. Что там у меня? Как бы не так много, если побомжить, можно за, там, десяток миссий его полностью заапгрейдить. Единственный плюс у этой пушки, вот, то, что она потише стреляет. Что, наверное, бонус. Калаш очень громкий, сука, все-таки. Ну, ладно. А, соответственно, сегодня все. Общите лайк эти видео, оставляйте ваши шутбэк наши книги для жалоба предложения. Наши секции для комментов внизу подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире. Граждане.